Сегодня в Москве открывается, даже не в Москве, в Подмосковье, открывается форум, который называется «Последняя осень». Это некий аналог известного антиселигера, и мы пригласили в нашу студию одного из участников, даже одного из соорганизаторов этого форума, Кирилл Гончаров. Кирилл, добрый день. Добрый день. Ну, первый вопрос, почему «Последняя осень»? В чем глубинный смысл этого названия? Ну, действительно, название носит в себе некий философский характер, и каждый человек может трактовать по-разному, по-своему, как ему, в принципе, удобнее. Ну, конечно, мы закладывали несколько тезисов. Во-первых, это то, что у нас привыкли назвать отепелью Медведева, у нас заканчивается, поскольку Путин решил вернуться в Кремль на 12 лет, и мы связываем в первую очередь именно с этим. Вот теперь бывает зимой, а осенью... Ну, помните, у Хрущева тоже была отепель своеобразная, политическая. Вот Медведев нам тоже подарил некую надежду, которую вот забрали на последнем съезде «Единой России». Скажите, а будет ли Юлиан Шевчук исполнять свою одноименную песню? К сожалению, он не сможет, он сейчас занят своим новым альбомом, но он снял видеоролик, он поприветствовал участников форума, он желает нам всяческих успехов и поддерживает нашу инициативу, о чем, собственно, он сказал в своем видеоролике. А кого вы ждете на этом форуме из таких вот звезд, которые, может быть, до сих пор не ассоциировались с протестным движением? Ну, вообще, последняя осень является вторым гражданским форумом после антиселигера. Как раз-таки антиселигер... Антиселигер проходил в Химкинском лесу или на том же месте? В Химкинском лесу, и проходил он в июне этого года. Как раз-таки антиселигер показал, что в одном месте можно консолидировать различный политический спектр. Начинает Сергей Удальцова, который является сторонником бойкота выборов и заканчивая лидером партии «Яблоко» Сергеем Митрохиным, который является убежденным сторонником участия в предвыборной гонке. Так вот, последняя осень, так же, как и его предшественник, сумеет консолидировать внутри себя различные силы. Политические, творческие. Там будут люди искусства, там будет кинокритик Сэм Клебанов, там будет Дмитрий Быков, который прочитает великолепные стихи. Там будут артисты. Совершенно бесплатно к нам решился приехать известный рэп-исполнитель Дин ОМС, который исполнит социальные треки. Значит, в воскресенье в программе, которую веду я, молодежную программу, мы проведем видеомост с Евгением Чичваркиным, который по объективным причинам сегодня находится в Лондоне, но он согласился принять участие вот в таком вот интересном мероприятии. То есть Евгений Чичваркин выступает в роли кумира молодежи, да? Нет, он выступает в роли эксперта, ему есть о чем рассказать молодому поколению, его интересно послушать в конце концов, потому что он находится сейчас в неоднозначной ситуации, и нам интересна его позиция, как он собирается выкручиваться из этой ситуации, его позиция по политическим процессам, которые сейчас происходят в стране. И в первую очередь процесс, который называется «Возвращение Путина в Кремль». Скажите, а сколько людей вы планируете собрать в Менделеево? Ну мы рассчитываем, что приедет как можно больше людей. Ну сколько было на антиселеге и вот... Ну понимаете, дело в том, что сам форум длится несколько дней. Кто-то приедет на форум уже сегодня, а я напомню, что открытие пройдет в 20.00, откроет форум известный борец с коррупцией Алексей Навальный, и закончится сам форум в понедельник, поэтому кто-то приедет сегодня, кто-то приедет завтра, кто-то и вообще в воскресенье приедет. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на приток сил. Ну строители любого фестиваля, даже если он длится несколько дней, примерно рассчитывают, сколько человек пойдет и выйдет. Но давайте мы об этом поговорим уже по окончанию фестиваля. Мы не рассчитываем ни на какую цифру, мы рассчитываем на то, что придут люди, которые действительно имеют гражданскую позицию, которые хотят послушать интересные лекции, которые хотят поучаствовать в дискуссиях, которые хотят для себя что-то проявить. А какие тогда, вот опишите тогда вот этого человека, которого вы представляете посетителем вашего форума «Последняя осень». Это те люди, которые традиционно ходят на, или ходили на Триумфальную площадь, или вот судя по культурно составляющей вашей программы, вот по кинопоказам с Сэмом Клебановым, по концертам, может создаться, может быть, ложное ощущение, что вы ориентируетесь на такую хипстерскую молодежь? Ну, я бы не стал отсекать различные социальные группы, мы приветствуем на нашем форуме абсолютно всех граждан. Конечно, мы ориентируемся на то, что придут в первую очередь неполитизированные люди, которые впоследствии проявят свою гражданскую позицию, они чему-то научатся, они услышат интересные тезисы, они поучаствуют в дебатах, они поучаствуют в конференциях, они услышат для себя что-то новое, и после этого, конечно, они примут ту или иную политическую сторону. Но я повторюсь, что мы рассчитываем видеть на своем форуме именно тех людей, которые не просто занимаются политикой, а тех людей, которым небезразлично, что будет происходить в нашей стране в ближайшие уже 12 лет. — Смотрите, у нас сейчас на носу думские выборы. Как вы соотносите этот форум с начинающейся кампанией? Я знаю, что вы являетесь членом одной из партий, которая участвует в парламентских выборах, а большинство-то участников антиселигера, форума «Последняя осень» не участвуют. Поэтому будет ли там какая-то агитация, и будет ли там одна партия, которая участвует, или больше одной? — Никакой агитации не будет. Организаторы заранее предусмотрели этот факт. Мы пригласили абсолютно всех, все политические организации. — Всех? — Всех. — Единую Россию пригласили? — Единую Россию не приглашали, но мы думаем, если они заинтересованы, они придут. — А кого пригласили? — Мы приглашали партию «Яблоко», я являюсь лидером молодежного отделения. — Да-да-да, это то, что вы видите. — Мы приглашали незарегистрированные силы, которые с удовольствием принимают участие в этом форуме. И очень важно, что там соберутся как раз-таки различные точки зрения, потому что можно будет... — А еще какие-то легальные зарегистрированные партии, кроме «Яблока», членом которого вы являетесь, вы приглашали? — Будут представители «Справедливой России» Дмитрий Гудков, он поучаствует завтра в дискуссии по поводу того, что делать политическим силам на выборах. — Кстати, очень важно, что там будут присутствовать Алексей Навальный и Евгения Чирикова, которые являются сторонниками участия в выборах. Они проповедуют стиль, что необходимо голосовать за любую партию, кроме «Единой России». Будут сторонники бойкота выборов, такие как Борис Немцов, Сергей Удальцов, Гарри Каспаров. Поэтому действительно будет такой целый спектр политических сил, и наблюдателям можно будет сделать вывод, принять одну из сторон, можно будет задать вопросы тем или иным представителям организации и получить ответы. Я думаю, что будет что рассказать своим друзьям. — И даже, вот как гласит ваша программа, можно будет совершить утреннюю пробежку по Менделеевскому лесу с Евгением Чириковой. Такая пометка в программе форума «Не забывайте спортивную обувь». — Конечно, мы за здоровый образ жизни. — Я так понимаю, это вы боретесь против обвинений, которые посыпались на организаторов антиселегеров после прошлого форума? В интернете было очень много таких публикаций о том, что собрались, чтобы выпить. — Ну, значит, что касается публикации о том, что было на антиселегере, то мы прекрасно понимали, что на форум, на гражданский форум, приедут люди, заранее подготовленные, которые необходимо будет снять картинку. Мы, кстати, убеждены в том, что и на этот форум приедут прикремлевская молодежь, которая будет запечатлять все наши действия. Поэтому мы заранее предупреждаем о том, что на форуме действует сухой закон, что все активисты ведут здоровый образ жизни, по крайней мере, на период проведения форума. Поэтому тот, кто не согласен с этим, тот может уехать куда-то подальше от форума, например, отдохнуть и приехать обратно к нам. Хотя мы убеждены в том, что та программа, которую мы представляем, она как раз-таки заполнит все остальное, и людям не придется искать покурить, выпить или так далее. То есть мы считаем, что у нас будет очень весело, и никакие средства не понадобятся людям, чтобы как-то развеселиться еще. Спасибо, Кирилл. У нас в гостях был Кирилл Гончаров, соорганизатор гражданского форума «Последняя осень».